Hi everyone! С вами Eva Lorman и в этом видео я буду показывать свои ножницы. Ножницы для парикмахера это самый главный инструмент и каждый парикмахер конечно сам выбирает для себя этот инструмент. Мне часто задают вопросы, что у вас за волшебные ножницы? Ну это большинство таких вопросов, а есть комментарии прям такие провокационного характера. Боже мой, как ими можно работать? Они же такие огромные! Это же садовые ножницы! Ребята, сразу же видно, что он пишет просто супер профессионал! Поэтому я решила подробнее показать свои ножницы! Показываю свои чудо ножницы! Для сравнения конечно же взяла обычные ножницы. Ножницы имеют маркировки длины. Вот например Silverstar это очень популярная фирма, она кстати профессиональная в отличие от китайских каких-либо ножниц. Поэтому с китайскими ножницами я не сравниваю свои ножницы. Так вот смотрите, есть ножницы 5,5 длина. Это универсальная длина. Практически я думаю 90 процентов парикмахеров пользуются именно вот такими. Для меня они прям вот реально коротыши! Сейчас вот смотрю думаю боже, какие они короткие! И вот мои ножницы, у которых длина вот написано 7,0. Если их сравнивать, конечно они просто огромные по сравнению с этими маленькими ножницами. Я могу вам сказать, что я тоже очень долго пользовалась вот такими коротышами, пока не попробовала такие длинные ножницы. Когда я попробовала первый раз эти ножницы, я поняла, что у меня началась новая эра моей профессиональной деятельности, потому что именно длинными ножницами я стала стричь совершенно по-другому и совершенно в другой технике. Хотите покажу вам основную фишку моих ножниц? Это вот это лезвие! Оно необычное, непростое, ровное, такое стеклянная поверхность, а рифленое! Именно такое лезвие у длинных ножниц высокого качества для того, чтобы можно было стричь длинные ровные пряди, чтобы они не смещались в процессе стрижки. А еще такими ножницами легко можно подстричь грубые жесткие волосы, большое количество волос одновременно можно подстричь только такими ножницами. Толстые пряди легко можно подстричь именно этими ножницами. У обычных ножниц лезвие стандартное, вот как у этих. Если провести вот так вот пальчиком, никаких зубчиков зазубрин здесь нет. Именно по этой причине они срезают всю длину волос. Если взять, например, натуральные волосы, я легко подстригаю вот такую длину сразу. Поэтому эти ножницы это моя любовь! Морковь! Если вы когда-нибудь захотите приобрести что-то лучше, чем 5,5 например, то конечно же обращайте внимание на длинные ножницы! Поверьте мне, что это совершенно другой уровень. Это как езда на спорткаре, например, чем на обычной маленькой валлитражной машинке. Вот примерно так можно это и сравнить. На моих ножницах нет никаких стразиков, никаких цветочков. Цветочки и стразики это не указывает на профессионализм, на высокое качество. Высокое качество это работа! Это то, как инструмент работает! Эти ножницы мне посоветовал один мой очень хороший знакомый стилист, греческий парикмахер. Поэтому ничего не могу сказать где он их взял, откуда он мне их привез и так далее. Просто так получилось, что у него были такие ножницы. Я на них запала с первого взгляда и попросила такие же ножницы. И он мне их, так скажем, нашел и привез. Источник, где взять такие ножницы, я даже вам не подскажу сейчас. Но вопрос даже не в моих конкретно ножницах, вопрос в длине, вопрос в том, что многих смущает эта длина. Думают, боже, как же я ими работаю? Я вам скажу, я ими работаю гораздо быстрее, чем короткими ножницами. И я это показываю в своих видеороликах, поэтому работа такими ножницами в разы быстрее и качественнее. Мне одна мадам написала под видео, под каким-то, боже, какие длинные ножницы, они же на садовые похожи и звучат как садовые. Да, вот эти маленькие ножницы, слышите, как у них звук? Такие, жик, 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 жик. Естественно, эти ножницы. Естественно, чем длиннее ножницы, тем громче у них будет срез. Но вопрос не в этом, вопрос даже не в звуке, которые издают ножницы, а вопрос в том, как они стригут. Это самое главное, на что нужно обращать внимание. Как проверить, как стригут ваши ножницы? Очень просто! Берется прядь волос и желательно, чтобы это был манекен. Вот показываю стрижку этими ножницами на волосах манекена. Они не такие, как человеческие волосы, они гораздо жестче и стричь их гораздо сложнее. Поэтому я вам сейчас покажу именно на манекене. Прелесть своих ножниц! Берем этими ножницами, которые универсальные, 5 и 5 и стрижем манекен. Раз, два и три. То есть, вот эту прядь я подстригла за три подхода, так скажем. То же самое делаю своими супер ножницами и я ее стригу благополучно даже за полтора подхода моими ножницами. Видите? Раз и два. Я даже их назад не веду, причем толстая прядь. Как я еще могу сравнить эти ножницы? Например, мои ножницы предназначены как для правой, так и для левой руки. У них таким образом заточены лезвия, что можно стричь и левой рукой прекрасно и правой рукой. Теперь давайте подытожим. Ножницы надо выбирать не по цветочкам и стразам, а по качеству среза, чтобы они срезали сразу всю длину волос, которую вам нужно срезать. Они смещали прядь и вам бы пришлось бы потом вот такими движениями это все достригать. Ну что, я надеюсь, я не сильно вас расстроила своими ножницами. Не расстраивайтесь! Наверняка вы все равно любите свои инструменты, как и я. У меня тоже были в свое время китайские ножницы и я их любила. Не могу сказать, что они все сплошь ни о чем. Есть конечно экземплярчики прям совсем две, но ведь китайские ножницы они дешевые и наверное из-за этого и не стоит так прям переживать. Вот если купить дорогой инструмент и он будет низкого качества, вот тогда расстраиваться уже можно. Поэтому, если вы пользуетесь хорошими ножницами, они недорогие, вы их любите, да прекрасно, но если вас ваши ножницы не устраивают, вам хочется их поменять на какие-то более качественные, обратите внимание именно на длинные ножницы. Параметры я уже вам указала, но если уж очень кому-то захочется прям именно мои ножницы, я постараюсь найти откуда у них ноги растут. Я вам всем желаю работать хорошими, качественными инструментами и любить свои инструменты. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Bye bye everyone, с вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео. эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу, подпишись же, блин, прошу. колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать. Субтитры сделал DimaTorzok